Мнение рязанцев насчет предстоящего голосования по поправкам к Конституции разделилось. Причем за изменения высказалось большинство опрошенных. В то же время люди имеют обобщенное представление о самих поправках. Мало кто с ними знаком. Есть откровенно глуповатые, но я не думаю, что они будут в окончательном чтении. Что касается каких-то полезных вещей, вроде как прошиточный минимум, индексация пенсии, но это же все равно все на благо государства. Поэтому я за. Я ничего не думаю насчет Конституции, потому что я ее не читал и не интересуюсь. Михаил Пушенков был участником Конституционного совещания в 1993 году. Он и еще трое рязанцев в числе нескольких сотен человек трудились над созданием главного документа страны. К нынешним изменениям он относится нейтрально. Однако у него есть собственное мнение насчет того, почему в этот раз во внесении изменений принимает участие вся страна. Власти хотят заручиться доверием народа. Достаточно было посидеть, грубо говоря, одному-двум юристам в течение двух дней, и все эти поправки были бы сделаны без широкого обсуждения. Я считаю, что эта система сделана была для того, чтобы провести одну-единственную поправку. То есть нет ограничений по срокам президентства. В принципе, это тоже нормально. То есть если человек нормально себе показал, он должен идти на выборы, и он покажет. Одобрит его избирательный выбор, значит он будет президентом. Нет, значит он не будет. То есть здесь ничего страшного в принципе нет. Кроме того, Михаил Пушенков считает, что принятие новых поправок может сохранить права обычных граждан. Ведь теперь многие законы, по его словам, войдут в состав Конституции. В Конституции записаны определенные гарантии. То есть это было в федеральных законах до этого. Но законы меняются очень просто. Там вопросов нет. Правительство выйдет из инициативы в Старую Тенную Думу, закон изменит, и можно снять и социальные гарантии. Однако, если социальные гарантии окажутся в Конституции, лишить их обычных людей будет очень трудно, поскольку в стране вновь поднимется шумиха. Что же касается поправки о том, что срок президентских полномочий не ограничен, рязанцы в основном поддерживают эту инициативу. Меня вполне устраивает правление нашего президента, но я думаю, что пора готовить преемников. То есть в том же ключе можно, но все-таки уже человек не молодой, и с уважением к нему нужно отдыхать. Мне кажется, вряд ли уже пойдут за Путина, а если даже он выиграет, мне кажется, это будет сфальсифицировано все это. Да пусть будет. Какая разница, если хороший человек у власти, но и пусть он остается, зачем его менять. Я считаю, что он на данный момент единственный президент, которому можно доверять. В то же время некоторые люди отмечают, что не все действующие законы кажутся им приемлемыми. В частности, это касается пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию. Просто смотришь на людей пожилого возраста, они уже не справляются с работой, им приходится куда-то увольняться, искать другое место. А так они бы уже спокойно сидели дома, занимались своими делами, а молодое поколение бы обеспечивало их. В завершении хочется отметить, что большинство рязанцев высказались позитивно обо всех предложенных изменениях в Конституции. Выразить свое мнение сможет каждый уже 22 апреля на всероссийском голосовании. Поэтому время для того, чтобы ознакомиться с предложенными поправками, еще есть. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Александр Ов 찾아 convenienceка «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».